Вор в законе Валерий Длугач по прозвищу «Глобус» был, наверное, одним из тех, кто стоял у истоков беспощадного рэкета, когда деньги выбивали с помощью грубой физической силы. Одно время он занял лидирующие позиции в Москве, возглавив старейшую бауманскую преступную группировку, которая с его появлением чуть ли не перешла в разряд беспредельщиков. Вор в законе был настолько опасен и неуправляем, что за поступки, несвойственные ворам, его даже никто не пытался лишить воровского имени. В любой ситуации «Глобус» считал себя правым и даже на сходках мог оправдаться за свои неворовские деяния, а потом продолжать творить беспредел в отношении своих подопечных бизнесменов. Наверное, многие, кто страдал от действий «Глобуса», вздохнули с облегчением, когда его убил киллер Александр Солоник 10 апреля 1993 года, застрелив из снайперской винтовки. В тот роковой для себя вечер Валерий Длугач отдыхал с представителями своей организованной преступной группировки в спорткомплексе «Олимпийский», где шла дискотека Улисса. В пятом часу утро Вор вышел на улицу вместе со своим телохранителем и направился в сторону ожидающей его машины с «Шевроле» и был сражен выстрелом в сердце. Второй выстрел, который сделал киллер с расстояния 30 метров, рикошетом попал в ногу дежурившего здесь милиционера. Через несколько дней начнутся убийства и ближайшего окружения «Глобуса». От пуль убийств будут гибнуть его сторонники. Самыми громкими убийствами станут ликвидация криминального авторитета Анатолия Семенова по прозвищу Рэмбо и Владислава Ванера «Бабон». По прозвищу «Глобус». Валерий Длугач был евреем по национальности, семья которого жила в Гомельской области в городе Будокошелева. Здесь и начал свое криминальное ремесло Валерий, вместе с другими мальчишками промышляя кражами. Затем уровень криминальных дел повысился. Компания уже совершеннолетних бандитов стала под предводительством Длугача совершать тяжкие преступления в соседних городах. Выезжали в тот же Гомель, где занимались разбоями и грабежами. За это Валерий Длугачи получил свой первый срок. Будучи по характеру жестким, он удачно влился в сообщество лагерных блатных, а после выхода на свободу, все началось по-старому, грабежи, кражи, разбой. Только Длугач уже осознавал, что в случае поимки, его ожидает уже более крупный срок, поэтому старался сам не ходить на дело, организовывая преступления. Впрочем, это не спасло его от рук правоохранителей, и в скором времени он вновь попадется и отправится уже в колонию Забайкальского края, города Краснокаменска, где и произойдет его знакомство с влиятельными ворами. Потом будет этапирование в Москву в СИЗО-2 Бутырко, откуда Длугача в декабре 1990 года переведут в СИЗО-4 Медведь. Отсюда он и освободится в сентябре 1991 года. А через месяц, уже будучи на свободе, его коронуют воры в законе. Причем крестным отцом для Длугача станет такой уголовный авторитет, как Равсво. Говорят, что приблизив Длугача, займевшего уже кличку Глобус, Сво хотел усилить свои позиции в Москве. И у него это получилось. Новоиспеченному законнику сразу же дали кураторство над одной из старейших Бауманских организованная преступная группировка. Еще до появления Глобуса, смотрящим за группировкой был Владислав Ванер, который придерживался воровской идеологии, но не был коронованной особой. С появлением в рядах собственного вора, группировка могла рассчитывать на более крупные дела. И действительно, вскоре Рэкет стал лишь частью криминального бизнеса группировки. Глобус благодаря своим связям смог наладить различный бизнес в столице. Не гнушался и тем, что силой заставлял переписывать на его людей активы коммерсантов. Да и свой большой автомобильный кортеж Валерий Длугач содержал за счет автосалонов, которые и контролировал. Поговаривают, он мог приехать в автосалон в любое время и забрать любую машину, которая была представлена здесь для клиентов. Как правило, коммерсанты были не против. Один раз выступив против вора, они в дальнейшем сильно жалели о своем поступке, так как начиналась настоящая травля, с избиениями, угрозами и прочим насилием. Богатый вор в законе, Валерий Длугач быстро набирал вес в криминальном мире Москвы и Подмосковья. Его боевики на стрелках зачастую пользовались оружием, таким образом подавляя своих конкурентов. У Глобуса был такой образ беспредельщика, что связываться с ним никто не желал. За несколько лет Глобус нажил себе много врагов, но не обращал на это внимания, окружив себя десятью телохранителями. А жил вор в законе в поселке Апрелевка, где установил вокруг своего особняка высокий забор. Он считал себя неуязвимым, и поэтому начал расширять сферы своего присутствия в Москве, где уже все было поделено. По его приказу боевики наехали на одну из крупных фирм, у которой крышей была Долгопрудненская группировка. Естественно, что села захватом территории ничего не вышло. Но на стрелки Бауманские считали себя правыми в этом деле. Тот конфликт обошелся без кровопролития, так как с помощью все того же Сворофа удалось держать натиск Глобуса. Зато не повезло более мелкой группировке, которая крышевала одну из автостоянок. Длугач захотел эту территорию починить себе. Для этого его боевики забросили на территорию стоянки две гранаты. Затем произошло похищение лидера этой группировки, и в конце концов стоянка перешла под контроль бауманских бандитов. Воровской титул развязал руки Длугачу, и он везде кичился этим, куда приходила его бригада для захвата территории. Если за предприятием не стояла воровская крыша, а были какие-нибудь спортсмены или уголовники, то Глобус сразу же заявлял свои права на эту точку, с единственной лишь мотивацией, что он вор в законе. Естественно, что это не нравилось и самим законникам, нехорошую тень на которых бросали выходки Глобуса. А вскоре среди воров прошел слух, что Валерий Длугач зачастую выезжает в Европу, причем на деньги общака. В Европе вор тратил баснословные суммы. В том же Париже Длугач нанял вертолет, чтобы посмотреть на город с высоты, а по ночам не вылазил из фешенебельных ресторанов, где просто не считал деньги. Недовольство среди воров росло. На одной из стрелок с грузинскими ворами, Глобус однажды приехал с двумя проститутками, за что его и побили, обвинив в неподобающем поведении. Впрочем, дальше избиение дела не пошло, и Глобус остался при воровском титуле. Кстати, Длугач имел еще и трехкомнатную квартиру в Москве в доме номер 90 по Ленинскому проспекту, доставшуюся ему от квартирных аферистов. Уроженец Тбилиси Тимур Авдалов занимался в столице квартирными махинациями. Вместе с помощниками забирал у алкоголиков и психически больных документы на квартиры, подделывал их и затем продавал, заранее переселяя жертвы обмана на площадь, а то и просто выбрасывая на улицу. Такая квартира и стала принадлежать Глобусу в 1992 году. Естественно, что он не знал про судьбу бывших жильцов, которых аферисты просто выбросили с вещами из квартиры и избили. Надо сказать, что в дальнейшем афера вскроется и все квартиры, которые были отобраны по такой схеме, будут арестованы генпрокуратурой, в том числе и квартира Валерия Длугача. Смерть крестного отца. Глобус, несмотря на свой характер и дело, из-за которых его многие недолюбливали, дал свое добро на коронацию таких в дальнейшем влиятельных воров, как Шишкан и Курша. Он действительно мог разглядеть в претендентах на воровское имя тех, кто смог бы потянуть это нелегкое дело. Крестники оказались не в пример своему крестному, они могли улаживать дело без лишней агрессии, порой только одними словами, и достигли такого уважения в криминальном мире, которое не смог заслужить Глобус из-за своей неуравновешенности. Между тем, Длугачу стало мало своей вотчины, он стал интересоваться регионами. Там у него работало несколько предприятий, оформленных на подставных людей. Глобус захотел контроля над частью Западной Сибири, для чего выезжал туда встречаться с местными смотрящими. Те покумекали и сказали, что этот вопрос необходимо решать через Япончика. Глобус внял их словам и в скором времени отправился в США, где уже жил Вячеслав Иваньков. Говорят, оттуда он вернулся окрыленным, видимо, японец дал добро Глобусу на воровские дела в Сибири. Однако долго радоваться вору не пришлось. Длугач часто посещал различные заведения, проводя время в шумных компаниях. Так и 10 апреля 1993 года он явился в Олимпийский на дискотеку. Говорят, что на днях он должен был отъехать по делам в Сибирь. Уже выходя из Олимпийского в сопровождении телохранителя, Глобус был сражен пулей в сердце, его телохранитель был ранен. А одна из шальных пуль, выпущенная из темноты, отрикошетила в колено старшего сержанта милиции, дежурившего на выходе. На выстрел избежались друзья погибшего вора, втащили раненого телохранителя и тело, Длугача в Шевроле и на большой скорости рванули в направлении Садового кольца. Находившийся неподалеку наряд милиции организовал погоню. Они были не одиноки в своем начинании, поскольку следом за ними, попрыгав в Линкон и Форд, помчались нападавшие. Как выяснилось чуть позже, ехавшие в Шевроле вовсе не собирались убегать от погони, единственной целью было как можно скорее доставить раненого в институт Склифосовского. Вскоре подъехала машина скорой помощи, в которой находились раненый милиционер и неизвестный молодой человек, которого нашли на месте преступления с многочисленными ножевыми ранениями. Подъехавшие следом сотрудники милиции задержали друзей Длугача. Тут же появились и нападавшие, намерения их не оставляли сомнений довершить дело. Вторая попытка покушения не удалась, милиционеры и пассажиры Шевроле, увидев за собой хвост и осознав сложность положения, вызвали подмогу. Через некоторое время к ЦНИИ им с Клифосовского подкатили четыре иномарки, перекрыв все подъезды к институту. Около 20 человек заняли боевые позиции вокруг здания. Критическую ситуацию разрешили прибывшие к институту патрульные машины. Сотрудники милиции задержали пятерых пассажиров Линкон и доставили их в 22-е отделение милиции. Валерий Длугач, как оказалось, скончался еще на автостоянке, и братва возила его мертвое тело, надеясь на спасение своего шефа. Но чуда не произошло. Вор в законе умер. Уже потом станет ясно, что за покушением стоял чуть ли не сам Сильвестр, у которого с Глобусом были свои счеты вокруг ночного клуба Орли Кино, выстроенного не без помощи Ореховской организованная преступная группировка, но попавшего под крышу Глобуса. Сильвестр несколько раз встречался с Длугачем по этому поводу, пытаясь отнять эту землю у Бауманских, но Глобус был непреклонен, территория по его мнению принадлежала ему. И все, что на ней находится, тоже принадлежит ему. Неудачные попытки миром разрешить ситуацию, вызвали кровавую развязку и привлечение к устранению вора Курганской организованная преступная группировка и ее киллера Солоника. Потом и у Сильвестра с Курганскими начались терки вокруг этого рокового клуба. В конечном итоге и Сильвестр нашел свое место среди братских могил на кладбище. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин